Ребята к встрече с губернатором подготовились. Заранее составили список вопросов. Их интересует, что читает губернатор, какие направления бизнеса сейчас самые перспективные в регионе, когда приведут в порядок общежитие Агасуи, удалось ли решить проблему с вывозом мусора. Я хочу узнать, как продвигается дальше эта проблема. Спасибо. Мы заявились на программу строительства мусора перерабатывающего завода. Но, к сожалению, пока наука или технология позволяет, честно сказать, только его остаточный мусор, конечно, если бумагу и пластик все выбирать будем, а остальное все сжигать и получать электрическую тепловую энергию. От проблем к идеям. Участники форума посещали образовательные площадки, лекции помогли участникам создать собственные проекты. Так Александр Уанов, студент Астраханского государственного университета, предложил проводить поэтический фестиваль. Он уверен, что его проект окажется в числе победителей форума. И уже пригласил главу региона на открытие фестиваля. Мало кто знает о поэзии в Астрахани. Мало кто знает о том, что происходит в центральной части России. То есть в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, Казань. И там движение литературное очень сильно развито. И мы предлагаем такую серию фестивалей, куда мы приглашаем московских, питерских, белорусских, казахстанских, казанских авторов, поэтов, которые сами интересны личности, на которых интересно смотреть, с которыми здорово разговаривать, которые могут что-то рассказать и могут что-то дать нам то, что мы можем узнать. В конкурсе проектов могут принять участие только астраханцы. Премия присуждает лучшим в своем направлении. Экономика, медиа, патриотизм, экология, политика и творчество. Представители молодавской делегации не отчаиваются, что не могли представить свой проект. Ведь за несколько дней форума они нашли новых друзей и получили массу полезной информации. Как развивается молодежная политика в Астраханской области и в Российской Федерации вообще. Также была интересная лекция по поводу молодежного парламентаризма. В частности, в Кишиневе планируем уже начинать эту идею, перенять опыт не только Астраханской области, но и других субъектов Российской Федерации для того, чтобы в Молдове это имплементировать. Участники приехали из разных регионов России. Крыма, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Дагестана. Из Донецкой и Луганской народных республик, Казахстана и Молдови. Особый гость на этом фестивале – представитель Ирана. Губернатору-участники форума успели задать более 20 вопросов. Мне очень понравилось. Очень грантные, свободные, креативные такие ребята и девчонки, которые переживают за свою страну, за свои страны, потому что здесь 9 стран. Понимают, что нужно общаться, дружить, формировать себя. А мы только делаем одну площадку, создаем условия для того, чтобы они развивались. Участники этого форума встретятся вновь на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он пройдет в октябре в Сочи. Соберутся участники из 150 стран мира. Астраханскую область будут представлять 220 человек. Послом от нашего региона выступит шоумен Денис Дорохов. Это действительно такая большая ответственность. И мне очень приятно, что мне выпала честь такая. Плюс моя задача как человека – научиться чему-то новому, познать что-то новое. Может быть, поделиться опытом каким-то, который у меня уже есть. Завтра закрытие форума. Станут известные имена победителей. Авторы пяти лучших проектов получат гранты от Росомолодежи. Автона Урумбаева, Андрей Разумный, Центр новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok